Приветствую всех, кто смотрит нас и осваивает Android-разработку вместе с нами! Сегодня урок 32. В этом уроке мы напишем простой браузер. На прошлом уроке мы увидели, что если вызвать интент с action равным action view и data равным uri объект с http-адресом, то запускается браузер и отображает содержимое страницы по этому http-адресу. Мы можем самостоятельно сделать простейший браузер, который будет реагировать на такой интент, и просто отобразит страницу. Для этого надо настроить IntentFilter и использовать компонент WebView. На первом экране приложения у нас будет кнопка, отправляющая интент. На втором экране будет WebView. Создадим проект. Рисуем Main.xml. На экране просто кнопка. Код MainActivity.java. Код немного непривычен. Обратите внимание, я нигде не описываю объект класса Button. Метод FindViewById возвращает View, и это View поддерживает метод SetOnClickListener, который я вызываю. А в методе SetOnClickListener я создаю объект, реализующий интерфейс OnClickListener и в нем пишу код в OnClick. Также я создаю объект Intent не отдельно, а прямо в методе StatActivity. Кода получилось меньше, чем обычно, может быть вам подойдет такой вариант. Итак, мы по нажатию на кнопку запускаем Intent, которая означает, что мы хотим просмотреть сайт Яндекса. Создадим второй Activity. Сначала Layout файл Browser.xml. На экране компонент WebView. Создаем BrowserActivity.java. Определяем WebView, читаем дата из Intent и передаем строку WebView. Теперь пропишем Activity в манифесте. К нему нам надо будет добавить IntentFilter. В нем указать Action равный ActionView. А для дата мы видим несколько параметров. Используем Scheme равный HTTP. Это значит, что URI объект в Intent должен содержать HTTP-адрес. Не забываем про категории равный Default. Лейбл для BrowserActivity укажите, например, My Browser. Также в манифесте надо добавить UsesPermission равный Android Permission Internet на вкладке Permissions, чтобы система дала приложению доступ в интернет. Все сохраним и запустим приложение. Жмем кнопку и видим выбор. Системный Browser и наш, только что сделанный, т.е. Intent с запросом на просмотр HTTP-адреса нашел в системе два Activity, которые в своих IntentFilter заявили, что умеют отображать HTTP-адреса. Выбираем наш My Browser и видим страницу. Мы увидели, что Activity в наших приложениях могут обрабатывать не только наши придуманные Action, но и системные, и тем самым создавать альтернативу системным приложениям. Но, как вы понимаете, мы запросто могли в нашем Activity не использовать WebView и не показывать страницу. Можно было использовать TextView и в нем просто отобразить в виде текста адрес из дата. Или накодить HTTP-запрос, который скачал бы эту страницу и отобразил ее HTML-содержимое. Мы могли вообще забить на HTTP-адрес и показать какую-нибудь картинку или просто темный экран. То есть для Activity можно создать IntentFilter, который будет сообщать системе, что приложение умеет что-то, но при этом внутри Activity будет какая-нибудь ерунда. Это уже вопросы программистской этики, здравого смысла и адекватности. Сегодня это все, а на следующем уроке рассмотрим хранение данных. Всем пока!